стилистической рабочей партии в главе с Адольфом Гитлером. Но прежде чем говорить о 20-х годах, давайте немножко поговорим вообще о начале 20-го века и о том, с какими ожиданиями человеческая европейская и Европа вступала в 20-й век. Ожидания были крайне оптимистичны, они были очень оптимистичны, почему и обоснованно оптимистичны, потому что последняя треть 19-го века и первые десятилетия 20-го века это научно-технический прогресс, это стремительное улучшение жизни людей, причем самых разных классов, это всеобщее избирательное право, приходящее в разные страны, это ГАЗские конференции, которые, казалось бы, убедили всех, должны были убедить, что войны должны отцоваться в прошлом, что решать проблемы с помощью войн это бессмысленно, что экономика любой страны просто не выдержит большой войны, и даже победитель потеряет время войны гораздо больше, чем сможет получить по ее итогам, ну, не говоря уж там про побежденного, вот, и казалось бы, что человечество вступает в счастливый новый век, когда жизнь будет все лучше и лучше, человеческие свободы, достоинства будут однозначно уважаться и поддерживаться, и войны останутся в неком далеком прошлом, если они и будут, то это будут какие-то окраины тогдашней цивилизации. И тем не менее, началась Первая Мирная Война, и ее ход, ее итог привел к моральному, частично к материальному подкротству Старого Мира. Война была ужасная, потери все воюющие стороны были совершенно колоссальны. Например, во многих английских классах погибла примерно половина выпускников, то есть совершенно нормальная ситуация, когда выпускники, особенно в частной школе, потому что первые полтора года Мирбритания воевала исключительно добровольцами, вот, и из частной школы добровольцев было больше, чем из государственных, вот, поэтому ситуации, когда выпускники, там, хоть, 5-го, 8-го года, 10-го года, когда в этом классе оставалось живых половина всех выпускников, это, в общем-то, норма жизни. То есть колоссальные потери, колоссальные материальные потери, абсолютное обнищание большинства европейских стран касалось не только побежденной Германии, Австрии и Венгрии, но и это касалось победителей. Например, в Англии количество людей, которые считались тогда средним классом, сократилось почти в 10 раз. И в результате возникла ситуация, когда жизнь детей была существенно хуже, сложнее, беднее, чем жизнь их родителей. Давайте, может, сразу остановим, пока это и запустим видео следующее, посвященное, собственно, Первой мировой войне. Вот. Это такая ситуация, она всегда чревата проблемами и всегда чревата неприятием молодежью, молодыми людьми того общества, которое создали предыдущее поколение. Поэтому, когда мы говорим о 20-х годах, нужно понимать, что все новые концепции, все новые системы экономические, политические, будь то коммунизм, будь то социализм, будь то фашизм, будь то различные варианты солидаризма, все они встречали более доброжелательные отношения, чем, может быть, было бы в другой ситуации. Потому что люди были уверены, что жить так, как раньше, нельзя, потому что старая жизнь закончилась совершенно ужасной, чудовищной войной, чудовищной бойней. И задача не повторить то, что было, была крайне остра и крайне популярна. То есть, ни в коем случае, ни в коем случае, ни в коем случае не повторить ужасы Первой мировой войны. Поэтому все старые концепции, которые воспринимались как концепции предвоенного мира, будь то либерализм, будь то индивидуализм, будь то рыночная экономика, на все их смотрели с подозрением, что именно они, в глазах людей, привели их к этому ужасному финалу. Поэтому та система безопасности, которая была построена в Версале, она достаточно быстро стала подвергаться сомнению критики такому недоброжелательству. Потому что, ну, в глазах людей ее построили старые люди на старых принципах, на неправильных принципах, которые привели к войне. И, в общем-то, моральная готовность защищать вот этот Версальский мир, морская моральная готовность была сравнительно слабая. Гораздо больше ожиданий было от Лиги наций, которая возникла после Первой мировой войны. И ожидания от нее как раз были очень значительные, потому что на нее смотрели как на некое, что и новое, как на будущее Европы, как на будущее мира. Вообще, если сравнить Лигу наций, например, с Организацией Объемных Наций, то Лига наций смотрится как гораздо более амбициозный проект по сравнению с ООН. Чем отличается? Ну, во-первых, в Лигу наций принимали не все государства. Если ООН просто не уходит в любое государство, независимо от общественного строя, конституции, соблюдения законов и прочее, то Лигу наций принимали только государства, соответствующие определенным критериям. То есть, например, как государство с недействующими законами, с каким-то неимоверным уровнем коррупции, тоталитарной, диктаторской и прочее, я его просто не принимаю. То есть, это был некий клуб, почему-то было всего 52 страны. Дело не в том, что стран было меньше, чем сейчас, но это и в том, что туда принимали не всех. И предполагалось, что Лига наций будет не просто неким таким нейтральным арбитром, который, так сказать, по просьбе сторон, допустим, как сейчас действует Голубая Казка, если две стороны, ведущие войну, договорились о каком-то перемирии, то вот, как один из вариантов некого контроля и соблюдения, является Голубая Казка, который входит в район конфликта, ну, просто как некие наблюдатели, как просто силы, которые разделяют противоборствующих противников. Вот, а тогда были другие идеи, другие представления. Сейчас предполагалось, была идея, что Лига нация будет обалдать своей собственной армией, которая будет участвовать в защите страны от агрессии. То есть, она не будет просто наблюдателя, а будет активным участником военных действий, в случае, если одна из стран Лиги нации нападет на другую сторону, страну Тора, входящую в Лиги нации. Например, в январе 1930 года прием министра Франции Андреа Тардио выступил с предложением формирования такой вот полноценной, постоянной армии Лиги нации, передачи как раз под контроль этой армии больших запасов вооружений, которые оставались еще с Первой мировой войны. Кроме того, Лиги нации гораздо активнее участвовала в переговорах о разоружении. Вообще, идея разоружения была чрезвычайно популярна в 1920-е годы. Изначально в Версальском договоре было предусмотрено, что сначала побежденные стороны уничтожают свое вооружение, сокращают армию. Сейчас какое-то время победители тоже сокращают, собственно говоря, свои армии, тоже идут некое разоружение. После начала финансового кризиса, Великой депрессии в 1929 году, идеи стали особенно популярны просто потому, что это был способ сокращения расходов в госбюджет и перераспределения расходов с военных статей на статьи социальной поддержки. Поэтому все практически левые социалистические партии и в странах, и в победителях, то есть в Англии и Франции в первую очередь, они выступали решительными сторонниками вооружения, которое должно было идти под гибель Лиги нации, то есть именно Лига нации должна была быть таким вот участником и модератором этого процесса. В рамках Лиги нации существовала комиссия по разоружению, которая регулярно заседалась, она встречалась с представителями стран. Большой успех, правда, не проявила, в первую очередь, с позицией Франции, которая отказывалась существенно сокращать свои запасы вооружения, оставшиеся у нее после Первой мировой войны. Чем еще занималась Лига нации? Лига нация занималась проведением референдумов после Первой мировой войны. Если вы только Второй мировой войны, территории делились просто неким розчерком пипера победителей, собрались, договорились, поделились, то в Первой мировой войне ситуация была совершенно иной. Никому в голову не приходило, что можно просто взять и выселить, депортировать сотни тысяч, миллионы людей, которые проживали на той или иной территории, проживали в течение многих десятилетий и столетий. То есть идея просто массовой депортации, которая де-факто проводилась и во время, и после Второй мировой войны, тогда были, оказывается, людям абсолютно неприемлемыми невозможны. Поэтому у Лига нации как раз было организовано референдумы. Она была референдумом на Шлезвике, это провинции между Данией и Германией, в Силезии на востоке Германии, на границе между Сирией и Турцией. В результате этого эферендума люди должны были определиться, проголосовать и войти в ту или иной страны. Ну, что обычно и происходило. Действительно, те границы, которые были проведены между Польшей и Германией, между Данией и Германией, они прошли, собственно говоря, в зависимости от того, как проголосовали люди, в какой стране они хотели остаться, или наоборот, в какую сторону перейти. Вообще, идея защиты национальных меньшинств и защиты такого национального разнообразия в Европе, она после Первой мировой войны была как раз очень значима и очень популярна. Потому что был же большой вопрос, отделить ли Австро-Венгрию. То есть, Австро-Венгрия была старой, крупной, уважаемой культурной державой. И когда было принято решение о том, что ее территории делятся на несколько независимых государственных национальных признаков, то есть на Австрию, на Венгрию, на Чехословакию, часть отходится в состав Югославии, которая установит не просто Сербия, а у Славянской Федерации Югославии. Часть получает Румыния, часть еще, это Тарасильвания бывшая. То это было не просто решение о разделе конкретной Австро-Венгерской империи, это была победа общего принципа о национальном самоопределении и о праве нации на собственное государство. С другой стороны, принцип защиты от самих меньшинств тоже был очень значимым. Еще значимым принципом был принцип открытости дипломатии и равенства стран внутри лиги нации. Полного разника не было, что это Совет Ли, в который входили крупнейшие страны, изначально это было Британия, Италия и Франция. Потом Совет начал кооптировать другие страны, была ротация и так далее. Но в целом, все-таки общая идея, что для того, чтобы избегать войн, для того, чтобы защищать стабильность и мирную жизнь, необходимо открытой дипломатии, не нужны никакие тайные, секретные переговоры, и вся дипломатия должна быть открытой, внятной и общедоступной, скажем так. Вообще, идея защиты мира была номером один в межвоенной Европе, потому что настолько ужасные результаты были у Первой мировой войны, что ни в коем случае не допустить повторения, была очень важной целью. какая страна вообще тогда представлялась наиболее, не то чтобы агрессивной, а мешающей процессу вот этого разоружения и мира, от кого исходила главная угроза. Интересно, что тогда на эту такую угрозу смотрели, как на главную угрозу, не на Германию, а на Францию. Почему? Ну, первая, наверное, основная причина это история с оккупацией Рура. Когда Германия в 1923 году не выполнила свои обязательства по выплате репараций, французы действовали жительно. Они, если в рамках вирсальского договора, тем не менее, абсолютно, так сказать, безрепляционно, они взяли и оккупировали Рур, основной промышленный центр Германии, в качестве такого обеспечения для выплаты Германии репараций. Вот, оккупация продолжалась больше года, Германия пошла на уступки, она выплачила часом, но в целом это было такое одностороннее, резкое, достаточно жесткое решение Франции, которое не встретило особого понимания ни в Соединенных Штатах, ни в Англии, ни в целом в Европе, на это смотрели вот так, без особого, наверное, восторга, потому что казалось, что такие вопросы, ну хотя бы сначала вынести на улице нации, обсудить, а тут вот решительные действия, захват территории, по сути, да, потом ушли, но тем не менее, тем не менее, за Францией закрепилась такая репутация страны, мешающая разоружение, потому что, если мы говорим, в истории 20-х годов, то вплоть до победы Народного фронта под руководством Леона Блюма, во Франции все время власти были либо правоцентрические правительства, либо левоцентрические, то есть центр присутствовал всегда, а какие были идеи, соответственно, вот в международном плане у правых и у левых, правые, больше всего были согласны вообще с мнением маршала Фоша, который был недоволен результатами Версальских переговоров, он считал, что Франция должна получить полностью все немецкие западные немецкие земли до Рейна включительно, что границы между Францией и Германией должна быть и коры, и только получение этих земель гарантирует Франции безопасность на долгие-долгие, так сказать, годы и десятилетия. И вообще идея правых во Франции в 20-е годы было, что Германия должна быть максимально ослаблена, что только, так сказать, пистолет у виска Германии гарантирует ее миролюбие. И они не любили никаких, так сказать, ликнаций, не считали международные договора достаточной гарантией, и гарантией было только некое тотальное превосходство в силах над Германией. Левые, наоборот, они стремились поставить все на международные, на рельсы международных договоренностей, много очень надежд было связано с ликвидацией, и в целом они выступали за разоружение, то есть у многих в Калинии был вопрос именно разоружения, потому что это же вопрос не только оружия, вопрос бюджета, расходов. Но те, они считают, что необходимо выполнить условия по разоружению, и вообще контроль за безопасностью, за миром должен быть полностью возложен на Лигу нации, на Юрка. А центристы, они как бы частично согласались с теми, частично с другими. Они не были готовы, так как правые действуют резко и грубо в случае каких-то проблем с Германией, потому что правые были в восторге, когда Франция захватила Руку, и считают, что дальше надо при любых проблемах действовать подобным же образом. Они, сцентровались с этим, не согласен, но сокращать вооружение тоже не были готовы. В результате на всех переговорах по разрушению именно Франция была самой такой противницей этого процесса, все время затягивала переговоры, отвергала предложения, то есть в глазах многих французов были препятствием к установлению мира и к разоружению в Европе. В частности, когда в 1933 году, уже после победы нацистов по выходу к власти Рузвельт исправляет посла Дода в Германию, то вот при беседе с ним он отмечает именно французов как главную проблему в Европе, что именно Франция противо сооружения, именно позиции Франции препятствуют установлению такого прочного стабильного мира. Что у нас в экономике? Интересно, в экономике Германии. Ну, во всей Европе и во всем мире идет послевоенный бум. Давайте, может, запустим следующее видео. Вот, во всей Европе идет экономический бум, в Германии то же самое. Страны как-то восстанавливаются после Первой мировой, хотя существование уровня жизни еще очень-очень далеко, но тем не менее, тем не менее, ну, чем участвуют Германии? Германии, из-за того, что она постоянно выплачивает репарации, они такие уж большие, на самом деле, но тем не менее, они довольно существенные. В Германии из-за этого наблюдается постоянная нехватка капитала. Деньги просто утекают из страны за счет репарации. С чего это приводит? Это приводит просто к более высоким ставкам. При прочих равных условиях немецкие, Германия как государство, немецкие земли, немецкие города, немецкие крупные компании готовы занимать деньги несколько дороже, чем английские и французские конкуренты. Так, если говорить о ставках, долларовых ставках при размещении облигаций отдельными землями или крупными городами, то немецкие земли и города платили 5,5-6, а даже больше 6% долларов. французы готовы платить максимум 4, а ангельчане вообще 3,3,25-3,50. Это приводило к популярности немецких облигаций на американском рынке и к тому, что достаточно большое количество и банков, и просто семей, физических лиц, покупали эти облигации. К середине 30-х годов свыше 300 тысяч американские семьи были владельцами облигаций, основу-то были городские и муниципальные облигации крупных немецких городов. А в конце 20-х на пике их семей было более 500 тысяч человек. Это, кстати, привело к тому, что во время переговоров, консультаций взаимодействия между американскими официальными лицами, в первую очередь, с послами Германии в разные годы или на уровне Госдепартамента, основной темой, которая обсуждалась, было, собственно говоря, вопрос погашения долгов. Потому что сотни тысяч семей владельцев облигаций были вовсе не в восторге, когда Германия сначала заморозила выплаты, потом, когда вступила переговоры о уменьшении подсоставок и так далее. Она не была тут как-то уникальна. Когда началась Великая Депрессия, то, например, через год вообще наступил большой кризис долгов по всему миру. Особенно это касалось внешних долгов, то есть, долгов, номинированных в иностранных валютах. И по многим из них платежи прекратились, были приостановлены. То есть, это касалось и взаимоотношений между европейскими различными странами, Францией Германии, Германии, Англии, Балканские страны, Франции и так далее. И отношения Соединенных Штатов с другими странами. То есть, кризис международных долгов, он был, в общем-то, всеобщим, затронул массу людей, владевших иностранными долгами, иностранными облигациями. И, соответственно, немецкие облигации тут не были какими-то исключительными. Что еще интересного можно сказать? Давайте поговорим про программу, собственно говоря, нацистской партии. Если остановим здесь видео. Сейчас откроем 25 пунктов. То есть, что, собственно, под какими лозунгами, под какой программой партия шла к власти, шла к своим избирателям. Вот. Программа, в общем-то, отражала название партии. Здесь было половина, примерно, национализма, вот, и половина социализма. Если посмотреть, например, эти пункты, да, программа, она в 26-м голову была объявлена вообще незыблемой и вечной, и, собственно говоря, когда люди хотели узнать, чего же хотят нацисты, и что-нибудь предлагают, и чего от них можно ожидать, то, в первую очередь, читали эту программу. А вовсе не «Майнкрафт». Вообще, «Майнкрафт» до прихода Гитлера, до 33-го года, не была особо популярной книжкой. Он же даже написал второй том в 28-м году, но его и хотел издавать, потому что первый продавался очень плохо. «Майнкрафт» это некий такой поток сознаний, некий поток мыслей, достаточно субурный, невнятный, написанный им конкретно в 23-м отчетном годах, поэтому не внес эти явные в некие достаточно краткосрочные вещи, в том числе. То есть, это некое, так сказать, его творение, которое до того, как Гитлера стал как Каслера, никому, кроме его фанатичных сторонников, не было особо интересно. А программа делает другое. Программа, это не все равно, партия существует, дойдет на выборы, поэтому на программу люди смотрят, читают их, пытаются понять, чего же партия хочет. Что она хотела, соответственно. Объединение всех немцев, направивший военный народ в Великую Германию. Это постоянный пункт, который, понятно, в каком-то смысле привел к началу Второй мировой войны. Разноправие и отмена Версальского и Сержемерского договора, жизненное пространство и территории земель колоний. Граждане Германии опять же националистическое часть, соответственно, что ни один еврей не отнесется, то есть вот антисемитизм однозначно есть, он изначально был. Дальше, что избираться могут только граждане Германии, то есть немцы, по этой логике. Прекращение иммиграции. Прекращение иммиграции тоже постоянная тема, так сказать, всех понаевших на выезд. Что еще? Это часть националистическая. Ну, затем демонология на все равные правообязанности, обязанность гражданина Германии выполнения работы в интересах общества. И дальше начинается тоже социалистическая. С 11-го функции начинается социализм. Уничтожение трудовых доходов процентного рабства. Артепщики, спекулянты наказываются смертной казнью. безжалостной конфискации всех военных прибылей. Национализации трестов, собственно говоря, национализации крупной промышленности. Участие рабочих лучше прибылях крупнокоммерческих компаний. Рост пенсии. То есть, в общем, стандартный некий социалистический набор. Затем какие-то собственные, так сказать, изощрения борьба с крупными магазинами в пользу мелких. конфискация земель, между прочим, земельная реформа конфискационной формы, опять же, абсолютно социалистические идеи. Бойба с призубцем, опять же, расстрельщиков спекулянтов расстреливать. Дальше идет уже, так сказать, такая общегосударственная часть замена имского права, неким непонятным чем немецким народным правом, но, опять же, в конце Казов большевики заменили обычное право на пролетарское правосознание. Здесь тоже подстали заменить римское право на какое-то немецкое народное право, что такое никто не знает. Бесплатное обучение бедных детей, защита материнства и детства, создание народной армии, ну, по сути, отмена требований универсальского договора о статичном рейксфере. Вместо этого народная армия, что это такое? Это большая призывная армия. Вот, и только немцы имеют право. Вот, ну, по религии, так сказать, совместимого несовместимого, вот, и сильная имперская власть, сильная центральная имперская власть, то есть, ну, вот, собственно говоря, та программа, под которой Гитлер пытался прийти к власти все 20-е и начало 30-х годов. Программа была одинаковой, незыблемой, и, в общем-то, она не вызывала какого-то, так сказать, ужаса у тех, кто ее читал, потому что, ну, оттет, собственно говоря, в ней такого совсем вот ужасного, ужасного, чем опять фотохронику 20-х годов, потому что, собственно говоря, ну, помесь социализма с таким достаточно примитивным национализмом, ну, собственно говоря, ничего особо интересного, ну, да, так сказать, как чего-то совсем страшного, типа, стремление к войне и вообще истребление людей, не важно, по религиозной или по национальному признаку, здесь не было, потому что, собственно говоря, нигде не было, никогда не было требований уничтожения евреев, например. Всегда говорилось о ограничении их прав, о том, что они должны владеть газетами, не должны, занимать государственные посты, а максимум выгодность их страны. И то, вот, было написано только тех, которые незаконно пребывают. Кстати, еще один любопытный момент по поводу содержания Майнкапф. Вот эти требования жизненного пространства, на самом деле, они не имели постоянной географической привязки. То есть, обычно у нас считают, что раз Майнкапф Гитлер писал именно про территорию Выжроссийской Империи, там про Украину, Беларусь и прочего, то это некая постоянная идея. Ничего постоянного в ней не было. Писалось это конкретно в начале 20-х годов. Писалось это, исходя из тех настроений, которые были у немецких националистов в этот период. Чем тогда были в первую очередь недовольны, каким результатом Бреска, каким результатом Версальского мира казались наиболее таким вопиющей несправедливости. Это на самом деле то, что Версальский мирный договор полностью динонсировал Брест-Литовский мир между Советской Россией и Германией. Изначально, когда Германия согласилась на переговоры и на прекращение военных действий, не могу сказать, что так думали политполитики, но по крайней мере широкие народные массы считали, что да, к сожалению, войну на Западе мы проиграли, поэтому из нас Лотарингия придется отдать, англичане колонии захотят, колонии придется им отдать, но то, что на Востоке мы по Брестскому миру получили, то уж нами останется. Ну, собственно, мирный договор заключен, большевистское правительство все подписало, поэтому почему мы должны то, что завоевано нами, то, что, сказать, заплачено немецкой крови, отдавать. И когда союзники потребовали отказа от всех завоеваний советским миром и вывода тут немецких войск, это вызвало сильное возмущение, именно это казалось абсолютно непонятным и нелогичным требованием, потому что если посмотреть историю, действительно, если до этого заключался какой-то сепаратный мир в ходе войны, то когда заключался общий мир в конце, истоки этого сепаратного мира они не пересматривали. И это было действительно новизна, там была своя проблема связанная с тем, что Антанта не считала большевиков законным правительством, немцы считали законным правительством, ну, и тогда Гитлер он именно туда отыкал пальцами, там говорил, что именно вот эти земли, которые нами были завоеваны и непонятно с какой стати вообще незаконно, нечестно, некрасиво отняты у нас в Версале, вот именно там-то и есть наша жизненная пространство. Когда во второй половине 20-х годов, в начале 30-х встала тема колоний более активно обсуждаться гораздо, потому что ситуация менялась, про эти земли достаточно быстро забыли, потому что немцы которые очень недолго, это был такой эпизод, то есть в начале 20-го болезненная, а потом все это ушло, а вот колонии ситуация стала другая, казалось, что особенно почему в Германии отобрали колонию, почему отобрали в Заслотарингию, то логично, там живут французы, поэтому должны быть церкви Франции, ладно, окей, а кто живет у нас в Восточной Африке, кто живет в Камеруне, кто живет в Намибии, кто живет в восточной части Новогвинеи, англичане нет, там живут местные негры, и там живут те же немецкие колонисты, а зачем, почему годов, и до 1941 года, собственно говоря, основной темой вот этого жизненного пространства становится вопрос возвращения немецких колоний, куча плакатов, куча транспарантов, куча призывов именно покончить с этой несправедливостью и вернуть Германию ее законной колонии, то есть требования о жизненной пространстве совершенно не всегда было привязано к Восточной Европе, в течение большего части времени, примерно с 25-го и 26-го по 41-й год, это была тема в первую очередь тема Африки, тема возврата колоний или получения равноценной компенсации, то есть соответственно каких-то иных колониальных владений. Решение в Европе предусматривалось только на те земли, где проживали немцы, то есть отдельной темой или пропагандой было всегда объединение всех немцев в единых странах, но это касалось в первую очередь Сара, который по итогам Первой мировой войны стал территорией управляемой лиги нации на 15 лет до референдума, это касалось Данцига, это касалось Австрии, это касалось Судья, это касалось части Западной Польши, это касалось Ирина Польши. Ирина Польши. Про это предпочитали никто не говорит, что Франция была слишком сильна, и в общем-то про Ирина Польши до начала войны вообще не заикались, даже до 1939 года. Интересно, что тема колонии, она немцами очень активно педалировалась, причем в отношениях со всеми странами, например, во время встреч министра страны Германии Нейрота и посла Северных Статов Тодос он оставил интересные дневники, где-то именно то, что это дневники, то есть это не исправлено уже впоследствии переосмысления событий, а это то, что он писал день за днем. Фактически при каждой его встрече с Нейротом тот поднимал тему возврата колоний. Хотя Америка ни одну колонию от Германии после первой рвы не получила, то есть это их не касалось. Хотя Соединенные Штаты не были членами Лиги Наций, хотя все колонии были на основании мандата именно Лиги Наций переданной темой иных стран во время направления, но тем не менее тема это постоянно постоянно поднималась. Какая политическая система была в Веймерской Республике? Она была основана на частых каждые два года проходящих выборах. Для чего так делали? Общая идея была в том, что при постоянных выборах общество, народ должен контролировать своих политических деятелей, вообще требовать, чтобы они работали во его интересах. Почему США не получило колонии? Они были просто не нужны, у них не было желания. Может быть, они получили... Мне кажется, после пера они вообще ничего не получили. У них же еще Вильселл проиграл выборы, пришли к власти изоляционисты, которые вообще были против выхода за пределы американского континента. Они вообще не хотели вмешиваться в европейские дела совершенно. Поэтому они даже не подписали Вильселл Договор, а подписали точно такой же Вашингтонский Договор. Но он отвечал только одним, что там не было никакой ссылки на Лигу нации. Поэтому в принципе для Соединенных Штатов тогда колонии особенно для победивших изоляционистов были совершенно не нужны, неприемлемы, и в общем-то они стремились просто сократить расходы на армию и все, и не вмешиваться никуда. Что в Германии проходит каждые два года. Но идея была красивая, чтобы общество контролировало своих, так сказать, депутатов, свою власть. Но по факту получилась другая картина, что из-за этого была постоянная такая, почти непрекращающая избирательная кампания. То есть общество было очень политизировано, и действительно активность избирательной была на крайне высоком уровне. Все выборы в Рейхстах и выборы президента они пройдет гораздо реже, кажется, раз в 6 лет президентские выборы, и даже раз в 7, раз в 7 были президентские, каждый раз два года парламентские. Вот. И на этих выборах участвовало, во всех выборах парламента Рейхстага участвовало более 80% имеющих право голоса. То есть нормальная ситуация была 81, 84, 87%, 88%. политическая активность избирателей была очень и очень высока. И был еще очень высокий уровень политического насилия. Это началось с 20-х годов, сначала и с восстания спартаковцев, и с деятельности скаповского путча, вообще с противостояния, и оно не утихало. То есть кто был участником вот этого силового противостояния на улицах немецких городов. Это было по сути четыре большие вооруженные организации. Первый это Родфронт. Он возник собственно говоря первым, по сути возник он еще сразу после Ноябрьской революции. Попытки установить советскую власть вооруженным путем провались, но тем не менее десятки и сотни тысяч боевиков все время состояли в Родфронте. На пике своего развития в организации входило около трехсот тысяч человек. Штурмовые отряды созданные национал социалистами их численность была несколько меньше. На 1931 год это было около двухсот тысяч человек. Правда как только нацизм пришли к власти пудра их численность стала стремительно расти и выросла до трех миллионов к началу 1934 года. семине обычной численности было 150-200 тысяч. Кто еще был? Был Стальной шлем. Это правая ветераны Первой мировой. В основном офицеры. Среди стального шлема был наибольший процент офицеров ветеранов Первой мировой. Через цель доходило на пике почти до полумиллиона человек. И Железный фронт Рейхсбаннер 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 это более общая организация. Что это такое? Это союз германских участников войны. Больше солдат это структура которая поддерживала социал-демократов. То есть это тоже ветераны но социал-демократические ветераны. На пике Рейхсбаннер насчитывал более 200 тысяч человек. Когда уже в 31-м году был разработан Железный фронт куда вошел Рейхсбаннер профсоюзы рабочие спортивные клубы и социал-демократы там еще чуть ли не 2 миллиона человек было совокупно учателям. Правда это не то что 2 миллиона вооруженных готовых к бою но тем не менее было 4 силы насчитывавшие каждое свыше 100 тысяч человек которые вели противостояние на улицах и нескольких городов. Причем первые 2 силы Ротфронт и штумовые отряды они чаще всего как бы они нападали на политических противников. Причем это касалось и немецких и даже иностранных потому что например Боевики Ротфронт дважды устраивали погром в редакции русской эмигрантской газеты в Берлине. Во втором нападении был убит инвалид Первый мировой который там работал вахтером. Вот первое нападение обошлось без жертв. Хотя руль эмигрантской известной газеты она была достаточно левой она не была отнюдь правой или монархической она была даже более левой чем по-разному последние новости Милюковские. То есть это был левый кадет или правый социалист или правый эсэр и писала она всегда о русских проблем о русской колонии о проблемах России то есть она в немецкую потекущую политику практически не вмешивалась никаким образом. Тем не менее было два нападения. Вот и уровень политического насилия был все это время весьма высок и продолжал расти особенно конечно вырос во время Великой Депрессии вот по понятной причине рост безработицы рост безработицы способствовал росту всех этих структур потому что им давали какую-то и занятость и какую-то надежду на будущее и в общем-то зачастую в них еще входили просто преступники. То есть нужно понимать что преступность тоже маскировалась под политические знамена в основном опять же это рост фронта штурмовики вот потому что собственно говоря и стальной шлем и рейсбан все-таки более тщательно отбирали кандидатов. Что у нас в 1929 год начинается начало экономического кризиса и в мае 1930 года разваливается правительство. Правительство это было большой коалицией куда входили четыре крупнейшие вемерские партии социал-демократы католическая партия центра немецкая демократическая партия и немецкая народная партия. Почему правительство развалилось достаточно мелкому вопросу о повышении отчислений фонд занятости. Изначально когда начался кризис начался рост безработицы социалисты они были крупнейшей партией в рейхстаге и именно их представитель был канцлером они предложили поддержать рабочий класс и несколько увеличить социальные выплаты и соответственно за счет роста обложений предпринимателей в частности увеличить отчисления фонд занятости. Другие партии были против компромисса достичь не удалось давайте запустим видео чтобы показывать давайте политических лидеров посмотрим кто тогда был во главе Германии им компромис достичь не удалось и правительство развалилось а в соответствии с немецкими законами было сказать что правительство могло иметь поддержку в рейхстаге то есть парламент выбирает правительство и оно правит если такого не происходит то президент имеет право назначить сам премьер-министра канцлера членов правительства и оно действует но действует пока парламент не решит делать вводу недоверия то есть парламент имеет право отправить правительство в отставку в этом случае президент должен выбрать от них двух вариантов первый он правительство в отставку назначает новое по словам с парламентом второе он назначает новые выборы парламента и до этих выборов работает старый правительство тем не менее в течение двух лет работает вот этот президентский кабинет во главе с Брюнингом это представитель исторической партии Центра, он пришел к власть соответственно в марте 30-го года и он принимает очень радикальную такую пропредпринимательскую вообще либеральную политику сейчас она кажется абсолютно самоубийственной то есть по сравнению с ней любая политика шоковой терапии 90-х годов в России в России никакой шоковой терапии по сути не было даже политика Балицеровича в Польше она кажется очень мягкой нежной и вообще деликатной но что делает Брюмя он снижает налоги снижает налог на прибыль компании снижается налог на высокий доход и одновременно кардинально урезает социальные выплаты он урезает пособие на безработица на 30% пенсии урезаются от 20 до 40% при этом уменьшаются еще на три недели срок выплаты пособие по безработице в силу чего вообще было при таки радикальные радикальные шаги сейчас они кажутся абсолютно политическим самоубийством тогда видимо они вот так не казались почему с одной стороны если посмотреть на историю 19 века то такие меры предпринимались разными странами неоднократно ну подобные меры то есть по существенному сокращению госбюджета и это не приводило к какой-то катастрофе какими-то революциями почему в 19 веке все государства были с точки зрения Адама Смита очень неправильными очень дешевыми то есть они снижали мало налогов ну и соответственно мало что перериспределяли поэтому процент населения которое вообще что-либо получало государство был крайне невелико но с другой стороны начинка часть населения государства практически налогов прямых и не платила например в той же Российской империи до 17 года налог платили только богатые люди по доходу налог на обычных рабочих или крестьян был равен нулю они платили косвенный налог когда покупали товары вот прямых налогов не было вот и в этой ситуации существенное сокращение расходов госбюджета никакого прямого ущерба для основного населения не несло а привычка этой видимо была и поэтому Борюнин действовал стандартно просто он не учел то что в 31 году ситуация была совершенно другой именно правительство платило различные выплаты пенсии пособия огромного количества людей которые оказались напрямую пострадавшими от этого решения возможно еще одна причина такого резкого жесткого решения была боязнь инфляции потому что Германия пережила гиперинфляцию в начале 20-х годов у власти были люди которые в том числе тогда были участниками экономики участниками правительства в частности один из лидеров немецкой демократической партии был тогда руководителем Рейсбанка сборол с инфляцией остановил ее господин Лютер вот и для них было неприемлемо опять рисковать инфляцией поэтому что если правительство просто печатает деньги и у него не сплатили бюджет то есть риск инфляции вот возможно еще боязнь инфляции тоже была причина таких резких действий когда правительство решило любой ценой сохранить сбалансированный бюджет пусть равен ценой зверского урезания социальных расходов в результате когда правительство принимает эту программу Рейхстаг возмущается и президент назначает новый выбор Рейхстаг они проходят в ноябре 1930 года и это были первые выборы в которых нацистская партия добилась существенного успеха то это у них было всего 12 мест и они входили в довольно большую группу мелких партий у них было 577 мест то есть 12 мест это грубо говоря меньше 3% это получалось где-то 2 с чем-то процента мест ну то есть влияние партии было равно нулю таких партий было около 10 штук которые имели там 5, 7, 10, 12 мест вот в суммарной почти ни на что не влияли вот нацистская партия получает 107 мест вместо 12 существенного успеха достигают и коммунисты до этого они имели 54 места то они получили 7, 7 мест целый демократ наоборот немножко теряют у них было 153 а осталось 143 интересно что партия центра главой которой был Брюнинг которая казалось бы должна была больших потерять она не потеряла как интересно что у них было сейчас одно место а осталось 68 то есть все таки у него у Брюнинга были свои сторонники и вообще он был человек лично очень популярный популярный из самых разных слоев и возможно не случайно он все таки в такой тяжелой тяжелейшей экономической ситуации больше двух лет продержался у власти потому что человек был достаточно неординарный он был абсолютно бестерепренник он будучи канцелем Германии два года не наворовал просто ничего вот уехал из Германии с одним чемоданом он регулярно отдавал чуть ли не трет зарплатам вытворительные нужды постоянно ежемесячно во время войны он добровольцем пошел на войну хотя имел право на отсрочку и отвоевал всю войну было несколько раз но тем не менее все его сторонники это было очень популярным среди офицерского корпуса для них был почти свой доброволец 14 года человек который будучи студентом имел право на отсрочку и тем не менее пошел на фронт и отвоевал всю войну вот то есть лично сам по себе он пользовался большим авторитетом у разных людей вот но тем не менее зато все его сторонники несут огромные потери то есть весь вот стандартный набор либеральных гемократических партий и более левых и более правых они теряют некоторые половины и более половины мест в результате три как называют антивеймерские партии одна старая антивеймерская немецкая народная национальная партия во главе с Гугенбергом и соответственно коммунисты и национал-социалисты суммарно получают тридцать девять процентов мест в Вейхстаге что делает фактически невозможным формирование нормального правительства потому что ну единственное как можно было собрать вместе всех социал-демократов и умеренных правых ну это было фактически невозможно в результате несмотря на проведение выборов правительство сохраняется по-прежнему президентское правительство президентский кабинет который управляет на основании президентского указа но в общем-то пользуется какой-то относительной поддержкой вот этого 61% большинства в парламенте наличие двух крупных фракций коммунистов и национал-социалистов 277 человек коммунистов 107 сал-социалистов по сути почти парализует работу парламента почему потому что любое заседание сопровождается свистом криками угрозами как только на трибуны заходят коммунисты начинают свистеть и улюкать нацисты как только появляется оратор из нацистской партии начинают свистеть и улюкать коммунисты они постоянно устраивают потасовки они постоянно покидают зал заседаний то есть на улицах идет настоящая гражданская война единственный раз когда они объединились вот в это время в феврале 1931 года Рейхстаг предпринимает в итоге все-таки принимает закон о ограничении неприкосновенности депутатов Рейхстага почему потому что и депутаты коммунисты и депутаты социалисты пользуются своей неприкосновенностью создают дома склады оружия укрывают боевиков после столкновений кроме того публикуют совершенно недопустимые высказывания в своей прессе но пользуясь опять же неприкосновенностью то есть Рейхстаг все-таки удается несмотря на их противодействие этих партий принять закон который вменяет полиция обязанность бороться с злоупотреблениями и лишает и частично уменьшает степень неприкосновенности депутатов Рейхстага но на улицах идет по сути настоящая война например в начале лета 1932 года в июне месяца за один месяц только в одной Пруссии а это не вся Германия это именно восточная это крупнейшая Германия но не вся произошло свыше 500 столкновений между боевиками различных партий убито было только в Пруссии только за месяц 99 человек ранено 1125 например 17 июля уже в Гамбурге было столкновение между коммунистами и нацистами в результате было убито 18 человек и несколько десятков получили ранения в том числе огнестрельных вообще в целом в июле за один месяц до 1932 года было убито 30 коммунистов и 38 нацистов то есть все все эти два года ситуация крайне нестабильная и уровень уличного политического насилия очень высокий причем он не снижается он скорее растет в начале 1932 года Брюнг пытается предпринять резкие шаги против насызов он запрещает штумовые отряды оставит их вне закона официально вот идет на этот конфликт рост фронт тоже незаконно но тем не менее это насилие уличное особо не снижает в результате да честно военно-попрезидентские выборы начало 1932 года когда филимашл Гинделбург соглашался стать кандидатом на предыдущих выборах он однозначно был настроен на один срок почему потому что ему в 1932 году исполнилось 83 года он уже очень пожилой человек и в общем-то однозначно все считали что второй раз он разбираться не будет и он сам так всегда говорил но когда подходит время выборов политические лидеры политических партий центральских понимают что никакого другого проходного кандидата у них просто нет что никто другой не сможет так сказать убедительно поведение Гитлера потому что у Гитлера есть свой электорат он растет и представители других партий не очень выборы которые регулярно проходят в местном году власти показывают увеличение поддержки нацистов в результате Гинделбург оказывается таким вот единым кандидатом он соглашается выставить свою кандидатуру его поддерживают все его поддерживает социал-демократия его поддерживают все партии кроме собственно говоря двух это компартии вторая это национал-социалисты которые естественно выставляют Гитлера и единственный стальной шлем входил гарпунский фронт так называемый объединения ультраправых партий и нацисты надеялись что они тоже поддержат Гитлера однако они это не сделали они выставляют своего собственного кандидата тем самым кстати оттягивают гитлера отчаянских националистических настроенных избирателей ну и там еще есть некий местный полуклоун который был представителем какой-то ассоциации пострадавших от высокой инфляции вот ну это так это ничего серьезного так давайте может быть пока приостановим это видео и откроем результаты как раз президентских выборов были крайне крайне интересные которые сильно повлияли потом на политический расклад сил в Германии по немецким законам выборы проходили в два раунда для победы в первом раунде выборов надо было набрать больше половины голосов от во втором просто побеждал тот кто набирал больше всего голосов вот собственно говоря дуду представители стального шлема Гитлер и Гиндербург ну и вот это какой-то деятель лидер ассоциации пострадавших ассоциации вот результаты первого тура оказались неожиданно сильны для Гитлера да Гитлер долго не решался выставить свою кандидатуру он боялся крупного поражения от Гиндербурга еще не хотел себя противопоставлять ему но в итоге все-таки решился и выступил неожиданно для всех сильно Гиндербург который был почти уверен сторонники были в том что он победит в первом же туре он тем не менее набирает только 40,5% Гитлер 30% Теремен 13% 6% соответственно лидер стального шлема почти 7% ну это 0,3% это независимый кандидат назовем его так во второй тур из этих 5 остаются 3 кандидата потому что Достутберг и Винтер они снимают свои кандидатуры Достутберг ни к чему не призывает он говорит что его сторонники могут голосовать как сочтут нужными соответственно и идет второй тур второй тур был крайне неожиданным его крайне неожиданным результатом больше всего голосов добавил у Гитлера видите более 2 миллионов человек то есть 11,3 миллиона в первом туре 13,4 во втором Гинденбургу удалось добавить всего 700 тысяч голосов причем почти все они по виду пришли как раз у остального шлема потому что остальный шлем получился так примерно 700 тысяч ушло к Гинденбургу может чуть больше 700,800,900 ушло к Гитлеру остальные не пришли на голосование самое интересное произошло между Гитлером и Тельманом больше миллиона сторонников Тельмана во втором туре проголосовали за Адольфа Гитлера это было в общем то абсолютным сюрпризом то есть Гитлер получил примерно 1,2 миллиона человека от Тельмана и там 800,900 тысяч от Дюстенбурга это подтверждено почему я так уверенно говорю потому что есть большой анализ по избирательным округам и видно что именно от Тельмана и уходят голоса в пользу Гитлера вот то есть появилась совершенно новая картина до этого все центристы считали что надеялись на то что эти две экстремистские партии они не раз того и никогда не договорились и не объединятся потому что Гитлер постоянно ругал коммунистов коммунистов ругали Гитлеру ну они ругали всех ну в том числе и Гитлера вот и в общем то казалось что конечно плохо что они пользуются такой поддержкой по крайней мере то что они никогда между собой не договорятся это ну это хорошо и тут внезапно выясняется что лидеры действительно между собой не договорятся а вот рядовые члены ситуация другая впервые на выбор прошла явная миграция электората который консолидировался вокруг Адольфа Гитлера по сути Гитлеру удалось во втором туре консолидировать вокруг себя большую часть всего так сказать социалистически настроенного радикального электората как националистически настроен так и гуманитически настроен и это в общем то всех испугало это однозначно испугало Сантрис потому что это показало что возможно просто такой законный приход к власти за счет консолидации вот такого ультра ультра проотестного экстремистского электората одной партии, ну, в общем-то, партии Гитлера. Второй пример сотрудничества случился через полгода в ноябре, когда началась забастовка русских транспортников, начали её коммунисты, по их призыву. Как же коммунисты так и реминили? Знаете, а получается, что вот судя по выборам, как бы, у них части коммунистического вектората не было таких жёстких противоречий с нацистами. У тех же тоже социалистическая программа. И, в общем-то, если к ней добавить ещё, так сказать, какие-то антисемитские лозунги или, так сказать, антииммигрантские, ну, люди сочли, что во втором туре Тельман явно непроходной кандидат. И отдали голоса более проходному. Может быть, Гитлер смог их в чём-то выедить, не знаю. Но факт тот, что впервые случилось то, что четверть, фактически, каждый четвёртый, голосовавший за Тельмана, во втором туре перешёл на сторону Гитлера. В дальнейшем, кстати, интересно, что ротфронтовцы массово, после марта 1933 года, начинают массово вливаться в состав штурмовых отрядов. Отдельно ещё посмотрим социальный состав штурмовиков СА. Вот. Но это тоже абсолютно чётко видно, что некоторые организации аэрофронта чуть ли не в полном составе просто входят в состав штурмовых отрядов. То есть, на самом деле, не было такой существенной, как бы, разницы для многих, по крайней мере, как казалось. Для многих не было. Потому что у нацистов тоже была вполне радикальная социалистическая программа. Социализация земли, социализация крупных компаний, ограничение прибылей, участие рабочих в правлении заводами. Всё это было. И, в общем-то, как выяснилось, такая миграция вполне возможна. После 1937 года она началась в полный рост, в первую очередь, между Росфронтом и штурмовиками. Но это ещё всё впереди. Это ещё никто не знает. А вот результаты выборов уже видят все. Когда началась Блаза-Брату, конечно, не говорил. Тогда начали её коммунисты, но её поддержали. Поддержали национал-социалисты. И когда полиция попыталась, так сказать, взять под контроль вот транспортный транспорт и привезти штрейбрекеров, она была атакована объединёнными силами штурмовиков и Росфронта. То есть, действительно, в ноябре в Берлине и других крупных городах Пруссии были столкновения между полицией с одной стороны и Росфронтом и штурмовиками с другой стороны. Что у нас идёт дальше? Дальше идут выборы летние, которые приносят триумфальный успех, соответственно, нацистам самый большой. Но большинство не получают. Не получают 230 мест. Они уже самая крупная партия. Вот коммунист тоже низко увеличил свои представительства. Ну, не сильно. В целом, правительство, опять же, президентское правительство, он управляет, президент, правит в отставку, и, соответственно, Брюннер, между него, идет Брюннер, между него канцлером становится Попен. Попен пытается сначала договориться с Гитлером, предоставив националистам второстепенные места в парламе, в правительстве, тот отказывается. Вот. Попен по-прежнему проводит достаточно жесткую политику социальную. Он еще дальше начинает сокращать социальные выплаты. И правительство отправлено в отставку Рейхстага. То есть Рейхстаг, Компартия призывает к отставке правительства. Его поддерживают все, почти все. То есть из 577, почти 500 репутатов, кажется, 494 голосуют за отставку. Ну, президент назначает новый параллельский уровень на ноябрь. Так, давайте мы сейчас запустим еще видео. Я сделаю вот как раз по наглядной агитации. Вот наглядная агитация, которая была тогда у нацистов. Посмотрим, какие, собственно говоря, лозунги они бросали в массы 20-е и в начало 30-х годов. Вот. Идут ноябрьские выборы. Результаты те же самые. То есть центристы слабы, нацисты несколько потеряли голоса. Они потеряли голоса, но не сильно все равно и крупнейшие партии коммунистов сохранили свои голоса. Но, в общем, ничего нового, никакой перспективы создания правительства нет. Потому что вот эти три антивеймерские фракции по итогам обоих выборов, июльских и ноябрьских, получают больше половины голоса. То есть если до этого существовала хотя бы теоретическая возможность объединить все умеренные партии и создать единый правительство, то теперь даже в теории это невозможно. Какие вообще альтернативы были Германии в конце 32-го года? Значит, первый. Папеннов, у него министр, военный министр генерал Шлейхер. Соответственно, Папеннов впервые предлагает перейти к диктатуре. Он предлагает Генгебургу, опираясь на Рексфир, опираясь на полицию, установить, по сути, авторитарную диктатуру. Предполагается запретить обе экстремистские партии, то есть поставить под запрет и Компартию, и Национал-Социалистическую партию. В случае сопротивления вооруженных отрядов, подавить от сопротивления, арестовать всех лидеров Этельмана и, соответственно, Гитлера и других. И, по сути, установить такую авторитарную диктатуру. Но на это кто-нибудь первый соглашается, первый на это оказывается Шлейхер. Он заявляет, что армия не будет, что реквей всего 100 тысяч человек, что сталкиваться с фактически полумиллионом, а то и больше боевиков СА и Ротфронта он не считает возможным и правильным. Что армия вообще не должна вооруженной силой вмешиваться в внутренние дела. То есть он отказывает Папену. Вот в результате Генгебург смещает Папену, как раз назначает вместо него Шлейхер. Какую роль играла его карьерные соображения, какие аргументы были реальны, ему кажется, сложно. Потому что этот человек такой достаточно амбициозный, хотя антинацистский настроен, он, в общем-то, не любил Гитлера и не любил его партию абсолютно. Но, тем не менее, он пытается, придя к власти в начале декабря, как раз на фоне вот этой забастовки транспорта, на фоне вообще общего развала, противостояния уличных столкновений и прочее, он пытается расколоть нацистов. По-видимому, основная причина, разумная часть его поведения была связана с тем, что он считал, что если и устанавливать какое-то такое авторитарное правление, то прежде нужно попробовать расширить социальную базу. Нужно все-таки выбить у противников, и у коммунистов, и у нацистов из-под ног массовую народную поддержку, хотя бы получить каких-то союзников на социалистическом фланге. Он пытается расколоть тех и других. То есть, с одной стороны, наступают переговоры с немецкими профсоюзами. Именно его правительство принимает ряд президентских указов, направленных на улучшение положения рабочих. То есть, он все-таки прекращает вот такую однозначно прокапиталистическую поиску приведущих в правительство, и поваживает к лицам к рабочему движению и профсоюзам. С другой стороны, он вступает в переговоры с Грегором Штрастером. Грегором Штрастером в 20-е годы был вторым после гитра человека нацистской партии. Он считался лидером такого северо-германского и более социалистического крыла. Ну, это совершенно не отменяет то, что он помимо того, что был социалистом, был националистом. Он просто считается, что он был больше социалистом и меньше социалистом в сравнении с Гитлером. Он был, я не скажу, отодвинут Гитлером от руля и был этим недоволен. Но Шлейхер надеялся, что часть депутатов нацистов, из 190 человек, он надеялся, человек 50, 60, может быть и 70, уйдут вместе со Штрастером. То есть планировалось, что Штрастер соглашается стать вице-канцлером и сумеет увести за собой часть нацистской фракции в их стадии. Хотя бы 50-60 человек. В этом случае теоретически создавалась возможность создать какую-то шок-классу или, по крайней мере, явно ослабить нацистов. У нас социалистов имеют достаточно жесткие проблемы с финансами. Потому что, в отличие от буржуазных партий, у них поступлений от бизнеса очень немного. И поддержка, в основном, только малого бизнеса. То есть, в реальности, и по дневникам Геббельса, и по отказам Гитлера, можно увериться говорить, что в декабре, 32-го, январе 33-го года положение нацистов достаточно аховое. У них реально кончились деньги. Совсем. Им нечем платить своим активистам. В результате штурмовики вынуждены буквально выйти к народу с протянутой рукой. То есть, начинается акция по сбору денег у населения, когда действительно, в прямом смысле слова, активисты партии выходят на площади с кружками, собирают народные пожертвования на содержание скандинско-национально-социалистической партии. Это начинается как раз в начале 33-го года. А затем вызывает большой энтузиазм у левых партий во Франции. Эрю, когда это узнал, заявил, что все с нацистом окончательно покончено. Гитлер обанкротился. И никакого шанса на победу у него нет. Вот как раз через две недели после этой его статьи Гиндебург назначает Гитлера канцлером. Вот. Тем не менее, Штрассер пытается договориться, но снялась Шлейхер пытается договориться о Штрассером. Гитлер, по-моему, уже не узнает. Он устраняет Штрассера из партии, выгоняет его из партии, и партий остается в Викторнасовому фюеру. То есть, Штрассер уходит, но он уходит, по сути, один. Профсоюзы тоже не доверяют генералу, не хотят отказываться от своих требований. То есть, с профсоюзами тоже каши сварить в Шлейхеру так и не получается. То есть, все его попытки расширить стальную базу особого успеха не имеют. Тем не менее, он все-таки предлагает, уже в середине января, он предлагает Гиндебургу, по сути, план Папена. Он предлагает, опираясь на вооруженные силы, запретить и КПГ, и НСДАП, арестовать их лидеров, разогнать и обезоружить их вооруженные силы, и Росфронт, соответственно, штурмовые отряды. Он надеется, что стальной шлем дисциплинированно все встает на сторону Гиндебурга, и тем самым, так сказать, по сути, установить такую президентскую диктатуру. Если говорить про какие-то аналогии, то вообще вот этот вариант такой центристской диктатуры, его нельзя считать заранее обреченным на провал. Потому что, если посмотрим на другие страны, то пока в нескольких странах подобные альтернативы, они сработали. Прежде всего, приходит в голову Австрия с Дольфусом, который тоже установил такой австрофашизм, как называют его. Но в отличие от нацизма, он, конечно, был гораздо менее экстремистский. В общем-то, это некая авторитарная диктатура такого традиционалистского плана. По сути, он сначала силами Хельвера разгромился левых социал-демократов и коммунистов. Потом был мятеж местных нацистов, решившись про провалом. И в итоге на несколько лет установилась до аншлюса вот такая правая диктатура. Диктатура, но, тем не менее, она гораздо менее кровавая по сравнению с нацистами или с коммунистами. С другой стороны, она никак сильно не влияла на экономику. То есть, по сути, экономика оставалась примерно как она была. Похоже, было в Эстонии. В отличие от Германии, в отличие от Австрии, в Эстонии, правда, угроза была только со стороны правых, со стороны местных движений ВАПСов, которые стояли на таких солидаритских позициях. То есть, для них образец был, в первую очередь, Муссолини. Но, в отличие от Гитлера, ВАПСы действительно получили на референдуме по Конституции, их проект Конституции, получил большинство голосов. Всегда был риск того, что на следующих параметских выборах ВАПСы просто демократическим образом победят, получив большинство. Вот в результате происходит военный перевод, когда становится генерал Лайденлер. И возникает в Эстонии так называемая, как сейчас называют, коалиционная диктатура. Когда есть диктатор, его права оговорены парламентом, при этом действует коалиционная правительство нескольких партий, которые выделили его в диктаторе, если можно так сказать. И вот такая диктатура, но очень конституционная. Да, запрещены ВАПСы, коммунисты, да, это были запрещены, потому что там была попытка переворота вооруженного восстания 1923 года, после чего коммунпартия была запрещена. Вот, то есть там как бы угрозы одновременно и с правой и с левой не было. По сути, похоже было и в Финляндии, подавление движения Лапуа. Видно, что там не было, не было... Так, кто становится, кто называется, вот только деньги. Знаете, финансировали их кто? Финансировали их несколько крупных капиталистов, ну буквально 2-3, в первую очередь, как его, Тиссон, кажется. Кто-то у них был главный, кто написал-то, потом я финансировал Гитлера. Вот, и часть мелкого бизнеса. Когда у Гитлера была встреча с 300 промышленниками, известный эпизод с революции 1929 года. Вот этих 300 человек, только один был представитель более-менее крупного бизнеса. Всё остальное – это малый бизнес, мелкие торговцы, мелкие предприниматели. То есть деньги они собирали, плюс, опять же, партийные взносы. Кроме того, они имели доходы от преступной деятельности. То есть нужно понимать, что вот их Хорд Веселих, так сказать, герой, первый мученик, вот, он же, собственно говоря, был субсутенёром. Вот, и, ну, тем не менее, он вносил деньги в кассу, не только он. То есть там преступная деятельность, плюс сборы членов партии, плюс сборы вот со всякого мелко-средневидца. Просто когда партия растёт, чиновников партийных активистов всё больше. Почему у них проблемы возникли именно в конце 2032 года? Потому что партия действительно очень сильно выросла. Образована была куча местных, так сказать, органов партийных. И просто расходы, скажем, месяцы всё время росли, а доходы отставали. То есть, почему там не было, в общем, такой критической ситуации в 30-м или 31-м? Просто потому, что партийных накатур было ещё мало. А к концу 32-го года её много, а денег столько нету. Поэтому, в общем-то, финансирование, аж, просто сказать, из разных источников. Вот в Финляндии тоже, так как движение Лапуа, тоже оно на солидарийских, на таких неофашистских позициях, то есть, для их праздника Муссолини, тоже подавлено военным путём. Но там республика, она не изменилась. То есть, в общем-то, подавлено было это движение военной силы, так сказать, но без установления какой-то специальной диктатуры. В результате возникает следующая картина, что есть её альтернативы. Либо диктатура генерала Шлейхера, и там фильмаршала Гиндебурга. Он же не плохих людей, но это диктатура. Либо вариант, когда Адольф и Гитлер назначают канцлера. Но при этом, на самом деле, в этот момент, с точки зрения законов, ничего не меняется, когда люди говорят, ну хорошо. Но будет Гитлер канцлер. Будет коалиционное правительство. То, что предлагают, собственно говоря, Паппе и Гугенверк. Создаётся коалиционное правительство. Нацисты и ультраправые. Весь экономический блок полностью нет ни одного портфеля. То есть, весь экономический блок правительства, это представители, да, правых партий, но даже не то, что суперправых. То есть, скорее, такие высококвалифицированные специалисты, абсолютно рукопожатые люди, грамотные технократы. То есть, вот, совершенно технократический экономический блок. Вот, нацисты даже не имеют большинства. Большинство – это представители других партий. Министр страна делал тоже нейрот, никакого нациста там нет. И некое такое обычное правительство, просто во главе с Гитлером, и там, где нацисты имеют порядка 40% министерских портфелей. Паппе в конце января говорил Гиндебургу, что он за полгода так зажмёт Гитлера в углу, что у того кишки наружу вылезут. Вот. На что он надеялся? Он, насколько я считал, что, ну, нацистов же нет, поддержки чиновников серьёзной не было. И вообще, среди образованных людей у них была поддержка очень слабая. И всегда поддерживали люди необразованные, разные. И рабочие, и там, и крестьяне, и мелкобуржуази. Но вот среди образованных верхушек, это образованное население, поддержка их была очень незначительна. Процентов от 5 до 10 парадного оценка. И чиновники, опять же, там поддержки особо и не было. Поэтому Паппен считал, что, так как бюрократии нацисты не поддерживают, он просто будет контролировать бюрократию. Вот. А партию поставят в рамки обычной деятельности правительственной. И когда уже Гитлеру надо будет управлять страной, а не просто кидать лозунги красивые избирателям и организовывать там бои штурмовиков, то будет совсем другая ситуация. А в результате получилось, что немецкие партии, в том числе социал-демократы, А что за лист один был в Германии? А, лист один это, смотрите, это номер в бюллетене. По немецким законам, чем больше партии получала голосов на предыдущих выборах, чем выше место. То есть первые строчки сначала занимают социал-демократы, а вот после июльских выборов на первую строчку вышли национал-социалисты. То есть лист один просто место в списке. А да, очень простой лозунг на красном фоне, опять же, у нас есть уже красный флаг. В принципе, у них действительно, вот их флаг, это красный флаг со свастикой. Свастикой изначально никакого, так сказать, националистического оттенка абсолютно не имела. Выбрана была она скорее по соображениям следующим, что она напоминала крест, поэтому на нее должны были хорошо клевать, так сказать, христиане. Вот чем-то напоминают, ну, просто некое традиционное. С другой стороны, она была квадратной, ее уже легко встраивать и в круг, и в квадрат. Вот, ну и, в общем-то, все. То есть это просто некий такой символ. Нацисты левые или правые? Ну, смотрите, традиционные считают правые. Почему их считают правые? Потому что они националисты. В общем-то, в остальном, с точки зрения экономики, они, конечно, левые. Они не настолько левые, так сказать, как коммунисты, но тем не менее. Они и по программе левые, и по реализации тоже, потому что с точки зрения экономики, влияние государства на компании при них сильно выросло. И, с другой стороны, между прибылью предпринимателей и доходами рабочих, они явно сделали сдвиг в сторону доходов рабочих. Это однозначно, это и за счет государственных предраспределений, это и за счет законов. Но это, наверное, в следующий раз мы поговорим, потому что я хотел как раз делать семинар по 30-м годам, уже по тому, когда они пришли к власти. Но там видно, что был принят целый ряд законов, которые действительно сместили равновесие в пользу пролетариата. Когда доходы рабочих были принудительно повышены за счет, в общем-то, прибыли компаний. Поэтому экономически они левые, с точки зрения общей политики, ну, если считать националистов правыми, значит, они политически правые. Но, в общем-то, это такая смесь одного с другим. То есть, это просто социалисты, которые добавили к социализму еще антисемитизм и такой агрессивный национализм. В общем-то, вот, наверное, наиболее точное определение. Буквально еще до прихода Гитлера к власти в Европе впервые стал обсуждаться вопрос, а как бы его к власти не допустить или убрать. Так, давайте... А, вот, наверное, что мы сейчас запустим. Вот, раз пошел разговор по социальной... Про поддержку сейчас... Вот. Значит, вот данные по социальным бэкграунду членов национал-социалистической партии. Вот, крайне право, это рабочие. Вот это малая буржуазия. Белые воротнички. Вот это чиновники. Ответственно, квалифицированная рабочая сила. Бизнесмены. Ну, у слева фермеры. Что обращает на себя внимание? Во-первых, по рабочим. Четко видно, что они всегда занимают уверенно первое место. И действительно, партия была рабочая. Вот максимальный их количеств, процент, 46%, в 20-м году. Потом, при росте пуляности, процент несколько падает до 36-ти. Вот. После соответствия приходок власти, тут же в насыскорь кинулись чиновники. Чиновники появляются у них только в приходок власти. Ну, это логично. Любой, как только появляется диктатор, тут же все чиновники стремятся стать членами его партии. То есть, тут, я думаю, никто этому не удивился. Вот, примеры, может, в любой стране посмотреть. Хоть в России, хоть где еще. Вот, тут все понятно. Но, тем не менее, это вполне рабочая партия. Правда, если сравнивать социал-демократами, рабочих у них меньше. Типичные, что социал-демократов коммунистов свыше 50%. То есть, 50% обычно нет. 35%, 36%, 38%. Вот. Фермеры появились в 1929 году. Фермеры в 1929 году. До этого почти не было. Но, видимо, была достаточно эффективная агитация. И, опять же, им в 1929 году главным требованием становится земельная реформа. Он требует земельной реформы. Он требует безвозмездной передачи фермеров необрабатанных земель. Он требует усиления государственной поддержки и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в данном случае, если пара считается лицом к селу, куча демологических лозунгов бросает и получает, в общем-то, какую-то поддержку. И какой-то рост членов партии фермеров. Затем, это уже лидеры. Это уже не просто члены партии, это лидеры. Тут рабочих меньше. Рабочих существенно меньше. Видно, что чиновников достаточно много. Вот тут появляются какие-то ненулевые бизнесмены. Фермеров немало. Но, это вот партия. А внизу три строчки, это САИ, это штурмовые отряды. И видно, что вот штурмовые отряды до ночи длинных ножей, 47% лидеров штурмовых отрядов, то есть, соответственно, командования, это рабочие. То есть, ближе всего к рабочим партиям стоят не партии, а именно штурмовики. То есть, штурмовики, вот физическая сила партии, это в основном рабочий класс. И это прекрасные минуты с третьей как раз таблички. Здесь статистика по штурмовым отрядам САИ и по эсэсовцам. Вот, опять же, это уже не только лидеры, это уже, так сказать, просто рядовые бойцы. Вот здесь четко видно, более половины вот этих физических эсэсовцев и штурмовиков это рабочий класс. Причем, вот он, приток из Родфронта. В 1929-1932 годы 58% рабочих среди штурмовиков, а в 1933 году, в 1934, 68%. Почему? Понятно, просто вливание, массовое вливание из Росфронта. Понятно, что поднять процент с 50-60-80 сильно, намного сложнее, чем с 18-28, просто простая математика. То есть, реально, 68% это очень высокая цифра. Именно она возникла после, по сути, объединения штурмовых отрядов Росфронта под командованием РЭМа в конце 1933 года. Вот, может быть, здесь интересно, смотрите, вот, да, все говорят, что у них не совсем рабочая партия, не такая, как вот социалисты и коммунисты, вот это, как у коммунисты. Вот и социалисты, вот видно сразу, 63%, 66% у социал-демократов, у коммунистов тоже самое, 63%, 68%. Вот, а вот классическая буржуазная партия, у которых рабочих почти нет, зато мелкая буржуазия до 32%. Чиновники, вот чиновники Вемерской республики, вполне буржуазных партий, клюют в высшем образовании, вот 33%, 38% они здесь большинство. Вот бизнесмены, их тут же не 2%, как у нацистов, и не 5%, даже, как вы видите, 14%, 7%, 14%, 4%, вот. То есть, вот здесь четко видно, что нацисты что-то среднее. То есть, штурмовые отряды, это почти социалистическая партия или коммунистическая партия, по социальному составу. А сами они, ну, где-то посредине, то есть, у них нет 60% рабочих, но другой у них есть 40% рабочих. И у них явно нет вот такой массы бизнесменов, вот, как, например, как буржуазных партий, и нет такой массы чиновников и высокопрофессионалов, соответственно. Ну, и малый буржуазных, значит, у них, наверное, примерно столько же. Вот, то есть, вот что в целом, вот, интересно, кстати, вышло в 2004 году книжка по фашизму. Он рассматривает массу, приводит статистики и по Италии, и по Германии, и по Австрии, и по всем странам, в которых, типа или иные, были тогда тоталитарные режимы. Вот, так, что еще, кстати, интересно у меня собрал данные. Давайте, может, запустим, а, так, запустим вот этого Миллаху. Так, стоп, так, выключите. Так, вот, собственно, я первое правительство. Вот, ну, такой вот в сюртучке, господин с учками. Это, собственно, лидеры первого правительства. Вот, что еще? Да, давайте поговорим о первом, первом такой, точке бибифуркации для Европы, когда встал вопрос о недопущении нацистов к власти. Встал этот вопрос, сейчас мы говорим, до того, как они пришли к власти в январе 1933 года. Тогда министр странно-видел Польши, полковник Бек, прибыл с визитом во Францию и разозвучил польское предложение. Предложение о превентивном ударе, как его называют обычно. Но завел его не совсем превентивный удар. То есть, он тогда польское правительство и польское веки считали, что очень вероятный приход к власти нацистов, что следующий правительство возглавит именно Гитлер. Вот, и они предложили французам, что заключить договор, ну, секретный договор, по которому при первом же каком-либо нарушении Верзайского договора, они считают, что нарушение это будет очень быстро. Оно может быть не особо существенным, но оно будет почти сразу. Что в этом случае польские войска с востока и французские войска с запада вторгаются на территорию Германии, оккупируют Германию, арестовывают лидеров этого правительства, которые, соответственно, нарушил Герзайский договор. Вот, предполагало, Польша обещала выставить пять армейских корпусов, плюс кавалерию, плюс парентанковую бригаду, и брала на себя оккупацию всей Восточной Пруссии, и оккупацию всей Восточной части Германии до Берлина. В Берлин планировалось оккупироваться совместно, соответственно, Франция должна была оккупировать, ну, все остальное, все, что к западу, всю западную часть Германии, соответственно, и в Берлин совместно. Вот, такое предложение было озвучено. Поляки говорят, что в случае, если Франция на это не пойдет, они, соответственно, заставляют уже за собой право заключить Германии пакт о ненападении, потому что между Францией и Польшей был договор о совместной обороне, а между Германией и Польшей никакого договора не было. Между, соответственно, Германией и Францией был локанские соглашения. Локанские соглашения – договор между, соответственно, Францией, Англией, Берлией, Германией и Италией, которые оговаривали взаимное ненападение этих стран и демилитаризацию Рейнской области. Но на самом деле, помимо этого договора, с одной стороны, этот договор не включал в себя, как говорится, подписанное ни Числовакию, ни Польшу, но в рамках лакарского мирного процесса были заключены двусторонние договора между Францией и Польшей, и между Францией и Числовакией, в соответствии с которыми Франция была обязана прийти на помощь в случае какой-либо агрессии третьей страны против Польши и Числовакии. Но, тем не менее, непосредственно между Германией и Числовакией, между Германией и Польшей никаких договоров не было. Соответственно, поляки предлагают такой вариант. Франция через несколько месяцев отвечает в итоге откатом. Почему? Потому что французы не готовы воевать. Не готовы воевать с разных точек зрения. С одной стороны, они не хотят быть главными агрессорами Европы. Франция и так постоянно страдает в том смысле и порт в отношении с англичанами, и с Америкой, и с нейтральными странами, потому что она постоянно ставит палки в колеса в процессе разоружения. Французы получили очень негативную репутацию, негативный отклик на свою позицию по РУРу, которую они оккупировали в 1923 году. Повторения русской истории не хотят. Кроме того, внутри Франции очень сильны антивоенные настроения. Любая попытка начать войну очень грозит реальной, серьезной гражданской войной, потому что левые постоянно требуют разоружения. То есть, левые постоянно требуют сокращения армии, сокращения расходов, направления средств на социальные нужды, направления средств на поддержку населения и так далее, и так далее, и так далее. Во многих странах, кстати, так и произошло. Например, в Соединенных Штатах в 1934 году военный бюджет повезли почти в два раза. И в результате, это одна из причин того, почему даже в 1942 году американцев на вооружении состояли в том числе бипланы. Потому что просто действительно в период с 1934 и по 1939 год расходы на оборону были очень незначительные, просто не позволяли проводить какое-либо нормальное перевооружение. В Франции левые требуют, по сути, того же самого. Поэтому для Франции это предложение, оно как бы заведомо неприемлемо. То есть, Франция не готова взять на себя ответственность за вот такие резкие действия. Тем более, что все понимают, что первые нарушения будут, ну, эмоционально и фактически не очень существенными. То есть, поляки настаивают именно на этом, потому что они рассуждают скорее технически. Они говорят, что надо успеть, пока немцы не вооружились, потому что сейчас их сломать просто ничего не стоит. То есть, армии у них нет, и за несколько месяцев ее не создашь. А всякие плохо вооруженные и, главное, неорганизованные толпы штурмовиков, даже вооруженные толковым оружием, ну, это для армии нет противника, и это действительно так. То есть, несмотря на сотни тысяч вот этих членов полувоенных формирований, реальные случаи столкновения с какой-то нормальной армией, ценность их фактически близка к нулю. В результате Франция, тем не менее, отказывается в предложении. То есть, первый шанс остановить Гитлера был упущен. Вот, возможно, шанса действительно и не было, потому что та же Невела Тугуи, она очень, так сказать, негативно относится к Беку лично, как к человеку. Она считает, что вообще это предложение было изначально сделано для того, чтобы получать отказ. Вот, что французы, а поляки понимали, что Франция никогда не согласится. Не уверена, что она права в данном случае, потому что, видимо, здесь просто сыграла роль совершенно разной внутриполитической ситуации в странах. То, что возможно было в Польше при такой, так сказать, мягкой диктатуре Пилсуцкого, то во Франции просто было невозможно. Вот, в результате Гитлер приходит к власти, приходит к власти как канцлера коалиционного правительства, в котором нацицы получают меньше половины места. Изначально ожидания на его правление крайне негативные, и вообще все ждут ужаса. То есть, надо понимать, что все-таки это действительно вот такой, ну, не то, что всеобщий пугал, но, в общем-то, это человек, от которого все ожидают только плохого, однозначно. И результаты первых месяцев правления оказываются, как ни странно, не так плохие, как ожидалось. Потому что, когда проходит вот его, когда он назначается канцлером, когда проходят факельные шествия на следующий день, триумфальные, вот, многие газеты выходят с заголовками и с атаками на первой полосе о том, что сейчас в Германии начнется просто всеобщая резня, начнется громадный еврейский погром, что нацисты убьют тысячи людей, десятки тысяч людей, чуть ли не сотни тысяч людей, что Германия будет просто залита кровью, что пришла к власти партия, которая немедленно насчет вообще войну, которая, то есть, ожидания крайне-крайне негативные, и вот на фоне этих ожиданий получается, что реальность, ну, она какая-то более, примерно, да, действительно, в первые дни случались убийства активистов других партий. Ну, в общем-то, их было всего, это были единичные случаи. То есть, точная цифра, как у меня, до сих пор так не видно, но от 25 до 40 человек, вот, было убито. На фоне того, что творилось в Германии до этого, ну, к сожалению, это был обычный уровень политического насилия. Никакого всплеска не произошло. Правительство-то оказалось гораздо менее нацистским, чем ожидали, и, соответственно, по экономическим вопросам вообще остались почти все те же самые люди, что и были. Поэтому бизнес зарубежный был, в общем-то, да, доволен с людьми, этим можно общаться, это абсолютно знакомые, вменяемые, обычные чиновники-экономисты. Никаких революционеров с горящими глазами, правительство, чтобы не оказалось, по крайней мере, на важных экономических должностях. А теперь идет поджог Рейхстага, поджог Рейхстага, соответственно, и уже, по-моему, незаконное укрепление власти Гитлера, потому что вот то, что Гинда был своим указом, передает, по-моему, голоса, полученные коммунисты, в пользу Советской Партии, это уже было незаконно. То есть, если до этого все, что происходило в период, соответственно, с 30 января по начало марта, это некая обычная партия просто во главе с Адольфом Гитлером, обычная папараиста, то дальше это уже особая ситуация, когда нацисты незаконным путем, не едем, конечно, получают все-таки большинство, незначимое, что большинство партий в парламенте, в Рейхстаге, и проводят вот этот свой закон об особых полномочиях. Проводят закон об особых полномочиях, собственно, основание которого действительно уже устанавливается диктатура Гитлера, которая постепенно начинает ее укреплять все дальше и дальше. После этого закона производится массовый арест политических противников, действительно, в первый концлагеря отправятся десятки тысяч людей. Другое дело, что, опять же, эти концлагеря, это еще не то, во что они превратятся 10 лет спустя. 98% активистов левых и либеральных партий, которые оказались в концлагерях вот именно в марте-апреле-мая 1933 года, были выпущены менее чем через год, большинство, даже буквально половина была выпущена через 2-3-4 месяца. И их воспоминания о концлагерях, они еще были вполне такие травоядные, некровожадные. И, к сожалению, то самое такое тяжелое воспоминание, это были постоянные политформации. Можно прочитать у Романа Гуля, потому что он тоже был арестован на 3 месяца, и 3 месяца провел он на немецком концлагере в 1933 году. Арестован был по дурацкому поводу, как автор книги о Дзержинском. Вот, несмотря на то, что был человек абсолютно антикоммунистических вадрений, совершенно спокойно, как и писал, он держится совершенно без симпатии к нему, я видел, писал его историческую биографию, вот, из-за этого было арестован, вот, и 3 месяца просидел вот в этом первом концлагере. Самое тяжелое, что он вспоминал, что вот, наверное, большинство указов, седельцев первых концлагерей, это вот ежедневные 5 дней в неделю по информации, когда полтора-два часа каждый вечер приходил очередной лектор, который читал то историю национального социализма, то расовую теорию, очередную расовую теорию, потом основу экономической теории нацизма, потом биографию лично Адольфа Гитлера, и так далее, и так далее, и так далее. Да, заунывно, да, неприятно, да, тяжело, но, в общем-то, опять же, это не тот ужас, которого ожидали. Поэтому, в общем-то, первое впечатление от прихода нацизм были, что не так все страшно, как многие опасались. То есть, да, это нехорошо, но не настолько страшно. Опять же, в германской прессе, вообще в европейской прессе, было популярным сравнение двух людей, которые сейчас кажутся, что это были противоположные. Это, собственно, президент Америки Рузвель и Адольф Гитлер. Поэтому, что сторонники Рузвель совершенно не любили сравнение. А вот сторонники Рузвель наоборот, любили часто это дело и говорили, что, ребята, ну, программы-то экономически похожие. И там, и там вложение в инфраструктуру. И там, и там борьба с безработицей. И там, и там программы, кстати, по выведению на землю, по объему сельского хозяйства. И там, и там, соответственно, национализация необрабатываемых земель. Рузвель тоже проходила и раздачу желающим обрабатывать. Вот. То есть, по многим параметрам действительно программы похожи. И опять же, с точки зрения монетарной политики, и там, и там рост дефицита госбюджета для финансирования мероприятий по экономике, подъеме экономики. Вот. Для финансирования мероприятий по созданию новых рабочих мест. Другое дело, что у Рузвельта шло это на фоне сокращения расходов на оборону, а у Гитлера, наоборот, на фоне роста расходов. Но тут же никто же не сдал будущее. Все говорят, ну, это же Гитлер популист. Немецкие общества, немецкие избиратели хотят что-то тебе безопасности. Они хотят мощную армию создать. И он вынужден, да, строить не только дороги, но и танки. А в Рузвельт ситуация другая. Там, наоборот, сильные пацифисты, изоляционисты, и американские избиратели не хочут тратить деньги на танки. Поэтому Рузвельт строит только гражданские объекты, только инфраструктуру. А так, ну, в общем, с точки зрения официальники и кентьянцы, и Гитлер кентьянец, и Рузвельт кентьянец. А с точки зрения чисто теории кентьянец, без разницы, в общем-то, что строить. Танки строить, дороги строить, каналы строить, взлетопассажный полз, самолет строить. Ну, по математике-то формула одна и та же. Большой оценит. Поэтому для людей, которые смотрели на все в большинстве зрения экономики, получалось, что ничего особо страшного не произошло. Никакие они не революционеры, безумные, с горящими глазами. Политика экономическая, ну, так плюс-минус, какая и была, осталась. Популизма стало побольше. Ну, что ж поделаешь. Популист. То, что Гитлер популист, собственно говоря, это был абсолютно общий консенсус. Он действительно проявлял себя, как совершенно такой матерый популист, фанатичный популист. Насколько он фанатичен был в чем-то еще, этот вопрос, он был гораздо более сложен. То есть, на самом деле, в том, что Гитлер популист был верен и все, а вот насколько он действительно тоже антисемит или антикоммунист, ну, это стало ясно уже гораздо позже. Интересна, кстати, реакция за рубежом на Лиевсовский процесс. На него тогда смотрели как раз на однозначные показатели слабости Гитлера, как диктатора. Потому что произошло. Было вот абсолютно политизированное дело. Главное, видимо, был Герман Геев, второй человек в нацистской партии, официальный преемник Гитлера в случае смерти его на постуской фюрере германской нации. Дело это велось по очень политизированному эпизоду, в общем, благодаря поджогу Рейхстага, благодаря которому, собственно, Гитлер пришел к власти. Потому что, не будь этого поджога, то голоса коммунистов не было в основании передавать Гитлеру, а если бы не было в основании передавать, то он бы не получил большинства, на самом деле. Вот, и поэтому, и несмотря на политизированность право-соответственности, несмотря на огромное давление, которое оказывало на суд немецкое правительство и нацистская партия, несмотря на то, что в городах проходили огромные митинги и демонстрации сторонников нацизма с требованием, соответственно, покарать подлых поджигателей, требованием смертной казни для пятерки, так сказать, осужденных, не только арестованных, так сказать, осужденных. Тем не менее, тем не менее, суд, рассмотрев все обстоятельства дела, принял, что он действительно абсолютно правильный, абсолютно логичный, абсолютно законный вердикт о том, что собранных доказательств недостаточно для вынесения объединенного приговора. В результате, из пяти обвиняемых был осужден только непосредственно участник поджога, все остальные, и три болгарских коммунистов, Лариса Дмитрова, и лидер, один из лидеров, соответственно, коммунистической партии, потому что было объединяемых пять человек, значит, три, Дмитров, два болгарина, соответственно, поджигатель, и Эрнс Торклер. А кто это такой? Это один из высших чиновников Компартии. Он с 1929 года по 1933 год был председателем фракции КПГ в Эйкстаге, с 1927 по 1929 был заместителем этой фракции, а вообще он депутат Эйкстага с 1924 года. Вот, и этот человек был, ну да, есть много скоростного, согласен, очень много, вот, соответственно, вот, и этот человек, он был, соответственно, арестован, обвинял в том, что тоже участвовал, соответственно, в подготовке поджога Эйкстага, и тем не менее, и он тоже был оправдан, он был оправдан, благодаря, как бы, с формулировкой за недоказанностью, вот, говоря, что Гитлер на приговоре суда просто рвал и металл, и буквально у него был припадок бежества, он катался по ковру в истерике, вот, тем не менее, суд был, это именно такое решение, и для всех это был просто некий триумф германской правовой системы над диктатором. интересно, что министр юстиции, у него был господин Франц Гюртнер, он был достаточно правым убеждением человек, то есть, например, вступил в нацистскую партию уже в 35-м году, большинство министра вступило, организован только весной 37-го года, это была достаточно формальная вещь, а он действительно был правый, но тем не менее, несмотря на свои абсолютно правые, антикоммунистические, даже антисемистские убеждения, вот, он был юристом, человек с громадным юридическим опытом, вот, и он, несмотря на свою правость, несмотря на свои, так сказать, такие националистические, ярко антические воззрения, он тем не менее, настаивал на соблюдении закона, и настаивал на независимость судебных органов. Представляете, что интересно, когда он умер, он умер 29 января 1941 года, умер, скорее всего, абсолютно естественным путем, уже был пожилой человек, он был почти 70 лет, такое, вот, а нет, он не будет 70 лет, ему было только 60 лет, но тем не менее, в общем-то, нет особых сомнений в том, что он умер с естественным путем, по естественной причине, тем не менее, и в Германии, и за пределами Германии пошли слухи о том, что умер он не своей смертью, что его отравили, что его отравили по приказу Гитлера, именно по той причине, что он, несмотря на свои убеждения, все равно был препятствием для совсем вот бессонных расправ, вот, и что именно из-за его позиции соблюдения законов, да, законы уже были, так сказать, расовые приняты, они были плохие, но тем не менее, соблюдение законов, все равно, это было его требование у позиции, именно из-за этого его, так сказать, убили, отравили, вот, 99-100, что никакого отравления не было, человек был, достаточно плохого, слабого здоровья уже, но тем не менее, характерно, что и в Германии, и вовне, такие слухи, они активно циркулировали тогда, и активно ходили, вот, ну, давайте, наверное, на сегодня прервемся, продолжение по 30-м годам будет через неделю, вот, тогда уже подробно рассмотрим первые годы правления Гитлера, носливых ножей, вот, и, собственно, события, я думаю, сперем до 39-го, по крайней мере, до Олимпиады уж точно приедем. Все, большое спасибо, если какие-то вопросы есть, пожалуйста, пишите, с удовольствием, в следующий раз на них отвечу.